Большинство родителей сейчас стараются с самого рождения развивать своих малюток в том или ином направлении, используя различные методики раннего развития. Вообще это сегодня модно – учить детей сразу нескольким языкам с пеленок, развивать математические способности, в общем, растить настоящих маленьких гениев. Все эти методики очень интересны и хорошо разрекламированы. И, в общем-то, современная мама никогда не отдаст своего ребенка в развивающий центр, если там не будет использоваться, к примеру, методика Монте-Сори или Воскобовича. Но с методиками раннего развития нужно быть осторожнее, считают психологи. Особенно, когда вы делаете из своего ребенка настоящего подопытного кролика, практикуя все и сразу. Конечно, очень хочется похвастаться перед подругами по знаниям малыша, дать ему как можно больше и сразу новых знаний. Но можно получить и обратный эффект. Об этом поговорим с нашим психологом. Продвинутые родители чуть ли не с рождения ребенка задаются вопросом, когда нужно начать развивать его и обучать. Алфавиту и чтению, счету и математике, музыке и иностранным языкам. Для начала давайте разберемся, что такое раннее развитие. И что оно в себя включает. Раннее развитие – это саморазвивающаяся программа, действующая в любом живом существе. Если понаблюдать за малышом, то можно сделать настоящее открытие. Появляясь на свет, ребенок ведет себя как исследователь. Он изучает себя, окружающий мир и каждый день совершает удивительное открытие. Это происходит машинально. Ведь малышу надо приспосабливаться. В возрасте до трех лет. Что является приоритетным в развитии ребенка и как он развивается? Прежде всего, это некая предметная деятельность. То есть ребенку до трех лет важно освоить свое взаимодействие с миром. То, что представляет из себя мир. То есть предметы, размеры, цвета, качество предметов. Их предназначенность. То есть для чего они существуют и как им оперировать. Причем это включает как внешние предметы, так и себя. То есть умение одеться, раздеться, обуться, зашнуровать ботинки и так далее. Это первое. Второе – это крупная моторика. Ребенок учится переворачиваться, ползать, ходить, бегать, лазить. Это тоже важно в возрасте до трех лет. Ну и, конечно, речь. И задача родителей – помочь всеми силами развить все эти навыки и умения. А в качестве помощников как раз и выступают методики раннего развития. Другой вопрос – правильно ли родители их используют. Методики важно подбирать индивидуально. И не всегда это можно сделать сразу. Вот как бы так вот пришел специалист, глянул на ребенка и говорит – вам нужно развиваться по методике Зайцева. Хотя иногда это видно очень явно. Но в большинстве случаев родители, и я рекомендую, это путь таких проб и ошибок, скажем так. Ну, ошибки – это условно, потому что мы просто пробуем методику и смотрим, как ребенок адаптируется в ней, как она к нему, с ним сочетается. И здесь имеет, конечно, значение и темперамент ребенка, и какие-то его внутренние особенности, индивидуальное состояние. Даже то, что ребенок часто болеет, является показателем того, как осваивается эта методика. Если вы видите, что ваш ребенок активно продвигается в своих познаниях, ему нравятся занятия, и он в них всегда участвует, значит, вы на правильном пути. Если же ребенок наоборот рьяно сопротивляется обучению, то стоит задуматься об изменении подхода. Сопротивления у детей не всегда явные, они не могут сказать, что «мама, посмотри, мне это не подходит». Но они всячески это показывают. Они закатывают истерики, они начинают болеть, они могут активно сопротивляться, например, раскидывать эти предметы, которые вы там перед ними, или карточки, которые вы им даете, либо использовать их в совершенно другом назначении. Они будут протестовать. И эти протесты, к ним нужно относиться очень внимательно. Что это? Просто минутный каприз, который возник вследствие какой-то ситуации? Или это такое вот постоянное сопротивление методики? Кстати, сопротивление может быть не только методики. Сопротивление может быть преподавателю. И здесь я просто порекомендую тогда попробовать не только менять методику, но и поменять преподавателя. Есть определенная совместимость. И один, допустим, педагог, работающий по одной и той же методике, не может найти подход к ребенку, и ребенок активно не принимает это. При этом появляется другой педагог, работающий точно по такой же методике, но как-то по-другому, потому что и он индивидуалистичен. И все получается, ребенок развивается, и возникает успех. Детская индустрия нам сегодня предлагает очень много направлений раннего развития. И нередко родители ищут комплексный подход. Ведь хорошо, когда и основным занятиям обучают, и языкам, и творческие способности развивают. Но, как говорилось ранее, ребенок требует индивидуального подхода. А комплексный не всегда может дать хороший результат. Если говорить о методике в целом, это мой подход. Некоторые психологи его разделяют. Что-то называемое комплексное развитие – это неверное решение. Комплексное – это когда делается некий микс из разных методик. То одно, то другое, то третье. Потому что каждая методика обладает не просто набором технических упражнений, но и определенным подходом, определенными правилами выполнения этих заданий технических. Некой философией, особенно если говорить о Монте-Сори. Это целая философия, допустим, индивидуального подхода к ребенку, свободы, границ и так далее. И просто употребление, скажем, материалов в той же Монте-Сори не даст того эффекта, если вы делаете это в комплексе, скажем так, чем вы обучаете ребенка в целом по методике. А еще очень важно, чтобы родители принимали активное участие в развитии своего ребенка. Они просто водили его в образовательные студии и развивающие центры. И до трех лет мама и папа – это главные люди в его жизни и самые лучшие учителя. Очень важно, чтобы при применении методики родители занимались вместе с ребенком. Все-таки возраст от нуля до трех – это возраст тесного контакта родителей. Сначала мама, потом в это может включаться папа. Это может быть, конечно, предположим, бабушка или няня. Но, по крайней мере, первые шаги освоения методики важно, чтобы проходили при активном участии. Чтобы это не выглядело так, что ребенка привели и сказали – развейте мне его, сделайте из него вундеркинда. И родители сами даже не в курсе до конца, что это за методика, что она дает. Желательно, чтобы родители вообще сами поосваивали эту методику, поиграли этими кубиками, попересыпали эту фасоль, например, которой занимается ребенок, почувствовали, как эта методика работает на них, какой бы простой она им ни казалась. Каждый ребенок – гений. До шести лет творческий потенциал человека практически безграничен. Ребенок способен усваивать огромные объемы информации, и это время нужно использовать эффективно. К тому же для этого сегодня у наших детей есть все возможности. Главное – найти правильный подход и ту методику, которая не только даст хороший результат в познаниях, но и будет нравиться вашему ребенку.